Завтра, братья и сестры, у нас праздник Вход Господень в Иерусалим или по-простому Вербное Воскресение. А сегодня на всенашнем денье мы освящали вербочки. Вот такие славные пушистые, красивые пахнущие весной веточки, которые напоминают нам о том, что скоро будет светлый торжественный и радостный праздник Христового Воскресения. Ну а почему в церкви принято освящать веточки? Потому что, когда Господь въезжал в Иерусалим, когда Он совершил этот вход в Господень в Иерусалим, то народ встречал Его как Мессию, называя Его Сыном Давидовым и постелая на Его пути ветви, которые срезали с пальм. В Греции поэтому этот день называется не вербное воскресение, а воскресение пальмовое. А по-славянски это у нас называется Неделя Ваей. Но поскольку у нас на просторах нашего Отечества пальмы не растут большей частью, то принято вместо пальм употреблять вербочки вот такие. И очень важно знать, какой смысл освящения. А когда молитву священник читал на священии вербочек, он сказал, что Господи, как Тебя некогда народ встречал с этими ветвями от пальм, так и нас благослови, встретить Тебя в светлый день Святого Воскресения, нас, освящающих эти вот вербы, чтобы Господь нас сохранил, благословил, вот этот путь Страстной Семьицы провел нас до светлого Христового Воскресения, чтобы мы Его встретили, как некогда жители Иерусалима, встречали Христа, как Мессию, как своего Избавителя и Спасителя. Вот какой смысл этих веточек, этого освящения. И не более, не более. Я хочу об этом особо сказать, потому что существует много суверий. Я вот сейчас зашел в интернет, посмотрел, сколько там такой, знаете, чепухи об этом пишут, видеоролики есть по поводу того, что эти веточки, их нужно там сварить в какую-то кашу, или может быть там по воде пустить, или отхлистать кого-то из домочастов, дескать, отхлистаешь, и уйдут все болезни, все скорби, все грехи, и будет здоровье, и благополучие в доме. Дорогие мои, если бы все так было просто, веточками похлистал, и не болеешь, и в семье мир, и изобилие, и все хорошо, если бы так все было просто. На самом деле, это самое дремучее, я бы сказал, очень греховное суверие. Почему оно очень греховное? Потому что, когда мы святое смешиваем с грешным, когда мы святые церковные традиции смешиваем с язычеством, вот с таким вот отношением к этой святыне, то мы совершаем кощунство. Мы тем самым употребляем святыню не как должно, но это все равно, что взять какую-то святыню, просвору, и, допустим, закопать ее в землю, или взять святую воду и вылить в унитаз. Вот то же самое. То же самое. Так поступать со святыней, по-язычски употребляя ее для каких-то там, понимаете, таких, я бы сказал, чародейств. Это самое настоящее языческое волхование, когда люди там веточками кого-то хлещут, при этом приговаривают там что-то, знаете, там, что болезни ушли и так далее. Не веточками изгоняются бесы, всякая нечисть, всякая грязь духовная, болезни и так далее, а покаянием, молитвою и Божьей благодатью. Только так. Только так. Ну, а как мы должны правильно с этими веточками поступить, когда мы их осветили? Мы принесли их домой, украсили наши дома, украшают обычно красные облы, где у нас иконы, иконочки, и долго их хранить нет смысла. Они осыпаются со временем, ну, на них и паутина может появиться, и всякая пыль собирается, поэтому, когда они высохнут, их просто сжигают. Выбрасывать нехорошо, все-таки они хоть и не великая святыня, но освящены. А как-то по-иному употреблять таким, знаете, языческим и уже, я бы сказал, совершенно не христианским уконом будет грех. Мы так не будем делать. А завтра я вас, дорогие мои, поздравлю, кратенько поздравлю с праздником Входа Господня в Иерусалим, и будем помнить, что этот день не только радостный, потому что люди признали в Иисусе Христа и Мессию, но день и растворенный, такой, знаете, печалью и скорбью. Мы помним, что Господь идет страдать и страдать за наши грехи, за наши. Поэтому и завтрашний праздник мы проведем тихо, чтобы не нарушать общего течения поста, и всю Страстную Седмицу мы постараемся исполниться вот таким, знаете, духовным настроем для того, чтобы, ну, особенно те, кто не очень чем все родно постился, чтобы уже Страстную пройти, так, как подавает для спасения души, для того, чтобы достойно подготовиться к светлому Христу воскресенью и прославить нашего воскресшего Господа. До завтра! До завтра! Субтитры подогнал «Симон»